В детстве любили фильмы про киборгов смотреть? Ну, скорее в мультике. Знаете, «Инспектор гаджет». А, да, очень известная штука, которая предвосхитила всё то, чем вы занимаетесь сейчас. Гурген Сагаян. Аспирант и исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана «Скултеха». Исследование, которым «Скултех» занимается совместно с компанией «Моторика» и медицинским центром Дальневосточного федерального университета, это исследование позволяет создавать протезы, которые могут чувствовать. Поправьте меня, если я не прав. Я правильно понимаю, что искусственные руки, ноги напрямую подсоединяются к нервной системе человека и передают, обратная связь, они передают сигналы в мозг? Да, всё верно, поскольку наш организм, наша нервная система, разные её части сообщаются при помощи электрического сигнала, для нас в целом вполне возможно вмешаться в этот процесс и каким-то образом его восстанавливать при помощи симуляции вот этих электрических сигналов. Кто стал инициатором вот этого исследования? Да, это исследование, на самом деле, вот от самого начала и до конца коллаборативная работа. Я присоединился к нему, когда мы начали работать в рамках Гранд и РНФ вместе с моим научным руководителем Лебедевым Михаилом. Но прежде, чем мы продолжим разговор, я хочу сейчас зрителям показать небольшой видеосюжет, который объясняет суть вашей работы. То, что вы видите, учёные называют картированием или построением карты ощущений. Для этого сначала определяются точки воздействия, подбирается нужная стимуляция, фиксируется, что именно и где чувствует испытуемый. Сейчас нормально. Давай попробуем ещё поднять. Мне сейчас доходит до большого пальца. Ну, оно вот здесь вот в форме пульсов. Чем ближе к нерву установлен электрод, тем более широкой палитры ощущений в ладони можно добиться. Ничего удивительного в этом нет, удивительно другое. Если эксперимент повторить с человеком без руки, то у него тоже будут возникать фантомные ощущения в ладони. То есть руки нет, а ощущения в ней есть. Когда у нас проходит эксперимент с участием пациентов с ампутацией, мы проводим картирование, и там у нас на самом деле ещё большая возможность варьировать параметры, потому что обычно в имплантированном электроде находятся не две точки стимуляции, а большее количество. И мы, помимо того, что меняем частоту стимуляции, амплитуду, мы ещё способны выбирать, какие именно две точки на электроиде будем использовать для того, чтобы производить стимуляцию. В итоге у нас получается ещё более разнообразный спектр ощущений, да, и ещё более разнообразная локализация этих ощущений. Но в общем и целом мы ищем такую стимуляцию, которая будет у пациента вызывать ощущения в кисти фантомной конечности, и чтобы эти ощущения напоминали ему что-то естественное, что-то натуралистичное. Именно такие эксперименты позволили исследователям из Сколтеха и компании Моторика создать протез, в котором пациенты могут чувствовать объекты с закрытыми глазами. Кадры экспериментов, проведённых на базе Медицинского центра Дальневосточного Федерального университета, впечатлят кого угодно. Хорошо. На пальцах роботизированной руки находятся сенсорные датчики давления. Сигнал от них стимулирует нерв. Поэтому с помощью такого протеза пациенты на ощупь могут определять не только размер объектов, но и их текстуру, твёрдость или мягкость. Мягкость. Новым этапом развития прорывной технологии стало возвращение утраченных чувств пациенту без ноги. Задача эта более сложная, потому что нервация нижних конечностей серьёзно отличается от нервации верхних. Чтобы подключить искусственную стопу к нервной системе, недостаточно передать электрические импульсы в сохранившуюся часть ноги. Пришлось имплантировать дополнительный электрод в спинной мозг. После операции был проведён контрольный тест. Испытуемый с закрытыми глазами наступал искусственной стопой с пятью датчиками давления на плитку различной текстуры и каждый раз безошибочно её описывал. Скажу честно, вот эти результаты, которые я видел, они удивляют это мягко сказано. В конечности это одно дело, но там же есть ещё и электрод, который вживляется в спинной мозг. Да. На самом деле с электродом, который вживляется в спинной мозг, даже немного проще, потому что эта процедура, она такая, в какой-то степени стандартизирована и помогает при лечении различных состояний, различных форм нейропатических болей, которые возникают в том числе и в результате травмы спинного мозга. Когда проводится такая операция, на самом деле она такая, достаточно быстрая, делают всего пару проколов на спине и просовывают туда электрод. У нас есть на самом деле там такое свободное пространство, в которое электрод очень хорошо помещается. А, то есть природа там предусмотрела кабельный канал. Всё было сделано до нас. Ну, я знаю, что вот эти протезы, разработкой которых вы занимаетесь, они же не только помогают вернуть ощущения, они помогают ещё попутно избавиться от фантомных болей. Фантомные боли. Неприятные ощущения в частях тела, которых уже нет, или чувствительность в которых была потеряна из-за болезни. Чаще всего возникают после ампутации. Фантомные боли могут длиться секунды, минуты, часы или даже дни. По характеру могут быть жгучими, ноющими, покалывающими, зудящими, сжимающими, пульсирующими, простреливающими током. Да, здесь на самом деле такой очень важный момент, потому что технология нейростимуляции, она в том числе помогает избавиться от фантомных болей, и тут может быть использована и спинальная стимуляция, и периферическая стимуляция, то есть стимуляция непосредственно нервов. И получается, что мы эту стимуляцию используем одновременно и для того, чтобы подавлять фантомные боли, и для того, чтобы реализовывать технологию отчисления. Учёные объясняют фантомные боли тем, что у повреждённых при ампутации нервных волокон нарушается функция. Головной и спинной мозг продолжают получать импульсы, но поскольку их характер изменён, то они трансформируются в болевые ощущения. Специальных препаратов для лечения фантомных болей не существует. А механизм, вот как это происходит? Как происходит это подавление, как это избавление происходит? Ну, существует такая теория боли, называется воротная теория боли. Она говорит нам о том, что когда по нашим нервам проходит сигнал не о болевых стимулах, а вот о каких-то стандартных ощущениях, таких как прикосновения или изменения нашей кисти, изменения ориентации кисти в пространстве. Вот когда этот сигнал проходит, у нас происходит подавление болевого сигнала. Вот это подавление происходит на уровне спинного мозга. И по сути, когда мы создаём вот эту вот нашу искусственную стимуляцию, мы и... Вы включаете вот эту блокировку. Да, мы включаем, мы передаём сигнал какой-то проприоцептивный или тактильный, и тем самым подавляем болевые ощущения. Я не знаю, как у вас. У меня в детстве была игра такая с мячом, называлась съедобная-несъедобная. Может быть, она ещё сохранилась, может быть, нет, не знаю, но у нас есть похожая, другая, похожая, но другая. Она называется правда или нет. Ну, смысл очень простой. Я задаю вопрос, бросаю мяч, вы ловите, коротко отвечаете на вопрос, я говорю, блиц ответ, да, и возвращаете мяч мне. Играем? Играем. Правда ли, что яркость ощущений, которые передаёт протез в нервную систему, зависит от напряжения силы тока? Зависит, но есть множество других параметров, которые влияют на это, и в какой-то степени эти параметры даже более важны. Правда ли, что эти протезы можно будет заряжать от обычной электрической сети из розетки и даже с помощью беспроводной зарядки, как современные смартфоны? На самом деле, на сегодняшний день протезы именно так и заряжаются, если мы говорим о бионических протезах. Но если мы будем говорить про протез технологии отчисления, здесь нужно заряжать не только протез, но нужно будет каким-то образом подзаряжать стимулятор, из которого, в общем-то, и будет поступать вот эта стимуляция для отчуствления. И это уже такой сложный, неоднозначный вопрос, с которым мы в том числе будем разбираться. Правда ли, что в ближайшие пару лет можно будет создать не просто протезы, возвращающие чувствительность, тактильные ощущения, но и визуально неотличимые от живых конечностей рук и ног? Ну, это такой вопрос к дизайнерам, но я видел, что на сегодняшний день создают ну, очень красивые протезы, и люди, которые не проходили через процедуру ампутации, даже завидуют и говорят, что тоже хотели бы себе такую кибергизированную руку. Вот я знаю, что компания Моторика, принимающая участие в исследовании, о котором мы говорим, она последние годы занималась бионическими протезами, которые считывают мышечный импульс, то есть по факту управляются силой мысли. Вот такие протезы чувствующими можно сделать? Да, на самом деле можно сделать. И в общем-то, когда мы разрабатываем нашу систему, к чему мы стремимся, к тому, чтобы разработать именно вот эти двунаправленные протезы, иначе двунаправленные нейропротезы, которыми одновременно можно управлять и получать от них обратную связь, так же, как мы это делаем с нашей естественной конечностью. И, наверное, вот такая система, которая одновременно и управляема и обратно сообщает о том, в каком состоянии она находится, эта наиболее естественная система, она в полной мере подражает то, как мы управляем нашими конечностями. Ну да, такая система с обратной связью. Ну, наверное, самый главный вопрос, да, а когда завершатся исследования, когда вот эта технология, о которой мы говорим, она станет доступна повсеместно? Это классный вопрос. Я бы тоже хотел задать на него ответ. Условно, такую систему мы как в какой-то, в каком-то виде могли бы и сейчас реализовать. Но какой будет у нее срок службы, непонятно. Насколько много задач будет позволять она решать, тоже непонятно. Я думаю, что на часть из этих вопросов мы сможем ответить в ближайшее время, на час в течение десятилетия. Спасибо. Остается пожелать вам успехов в ваших исследованиях. Зрителям я напомню, у нас в гостях в студии был Гурген Сагаян, аспирант и исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха, человек из команды ученых, разработавших протезы, которые позволяют человеку снова чувствовать. Это не фантастика. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Ну, я все равно спрошу, да, вот через сколько появятся эти самые протезы, которые позволяют чувствовать все равно неотличимые от настоящей хруппы? Ну, это вообще сложно представить, но будем надеяться, что в ближайшее время мы сделаем большой скачок. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!